Сегодня у детеныша премьера. В зоопарк детского экоцентра приехали журналисты и фотографы. Маленький грызун еще только осваивается в вольере. Хотя он родился в ноябре, все это время провел сначала в квартире сотрудницы, а потом в карантине зоопарка. Слишком слабым он появился на свет. Учитывая размеры родителей и их не особое внимание к детям, мы приняли решение ребеночка изъять на искусственное выкормление. И он почти полтора месяца жил в квартире у нашей сотрудницы, дружил с ее домашними животными, ел ее домашнюю мебель, съел попутно две теплицы у нас в десканции, ну и потом его переместили сюда, он в карантин и съел положенный срок, и вот, пожалуйста, переехал в новый вольер. Родители первенца и в самом деле хранят холодное спокойствие и смиренно ожидают время завтрака. Их история известна о мечам. Самец по кличке Капыч приехал в Омск из новосибирского зоопарка, а когда совсем загрустил, сотрудники экоцентра кинули клич. Приобретение самки обошлось в круглые 90 тысяч рублей. Львиную их часть перечислила семья из Воронежа. Так Марфа появилась тут. Оба капибары уже прилично подросли. В чем в чем, а в обильном корме им не отказывают. За этим следит Ирина. Самый крупный грузовый на нашей планете. Поэтому, как травоядные, они в первую очередь питаются различными растениями. На языке индейцев гуарани их название переводится «хозяин трав». Поэтому, вот вы видите, каким аппетитом они поедают сено. Также в рацион входят яблоки, морковь, свекла, капуста. Табличка рядом с вольером напоминает. Капибары занесены в международную красную книгу. И, конечно, для этих водосвинок в Омском экоцентре стараются создать все условия. И эти водные процедуры всегда ожидаемые и радостные для капыча и Марфы события. Ну а как называть их первенца – решать о мечам. До 8 марта мы собираем все предложения. 8 марта мы проводим по возможности онлайн голосование. И таким вот образом выберем какое-то имя. А какие уже есть варианты? Самые разнообразные. Начиная от лютиков, тошиков, всего вот этого кошачьего качая. Я уже говорила библейскими вариантами. Даже предложили его лазарем назвать. А тем временем сотрудники зоопарка подозревают самку в новой беременности. Размножать капибар нет возможности из-за дефицита вольеров. А значит, скоро зоопарку придется избавиться от детеныша. Так что спешите видеть. Рады посетителям, впрочем, и многие другие обитатели. Евгений Енифанов и Сергей Пайхалов, Антенна 7.